Дорогие друзья, я рад вас вновь приветствовать с моей командой на изучении Евангелия от Марка. Пролетела еще одна неделя. Мы наслаждались изучением этого важного и интересного библейского отрывка. И я уверен, что вы также могли на протяжении недели применять те истины, о которых мы размышляем в практической жизни. Спасибо вам огромное за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь этим видео. И за то, что вы отвечаете на поставленные вопросы. Интересные мнения звучат, и мы вам очень благодарны за это. Ну а сейчас я хотел, чтобы мы продолжили вникать в Божье Слово. И прежде чем мы окунемся в этот мир глубины и красоты Евангелия, приглашаю вас помолиться. Дорогой Боже, мы благодарны тебе за то, что сегодня вновь мы можем прикоснуться, Боже, к истории о тебе, о твоей жизни, о твоей жертве, которую ты совершил ради нас. Мы просим тебя, ты будь сейчас с нами, руководи нашими размышлениями, чтобы мы сказали и пришли к тем выводам, которые ты хотел бы сегодня для нас послать. Честь, слава тебе и хвала. Аминь. Аминь. Ребята, я рад вас видеть. Да, уже мы практически завершаем. Сегодня 15 глава Евангелия от Марка. Но вы видите, да, мы с вами в прошлый раз говорили, что 14, 15, 16 главы – это вот прям такой концентрат напряжения. Вот, и сегодня мы уже будем говорить о страданиях и смертных, значит, муках Иисуса Христа, Его распятий. И, конечно же, непросто об этом всем говорить, и мне хотелось бы, чтобы мы не просто обсуждали как-то сухо библейский текст, вот, а попытались проникнуться, вот, прочувствовать, а как это было, как вот, как это было там находиться, как это воспринималось, как это слышалось, вот, и самое главное, зачем все это было. Предлагаю, давайте прочтем вначале мы с вами первые 15 текстов и поразмышляем. И едва расцвело, как весь совет, первосвященники со старейшинами и книжниками уже приняли свое решение. Связав Иисуса, отвели его и передали Пилату. «Ты в самом деле царь иудейский?» – спросил его Пилат. «Да, ты сам говоришь это», – ответил ему Иисус. Много обвинений против него выдвигали первосвященники, так что Пилат опять спросил его. «Тебе нечего сказать? Смотри, сколько против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не ответил и сильно тем удивил Пилата. По праздникам Пилат обычно освобождал одного узника, любого, за которого народ просил. А случилось так, что в тюрьме был тогда вместе со своими сообщниками, совершившими убийство во время смуты, один человек по прозвищу Арава. Когда же народ пришел и стал просить Пилата сделать то, что он и прежде для них делал, он спросил их, хотите, чтобы я отпустил вам царя иудейского? Ибо знал Пилат, что первосвященники выдали Иисуса из зависти. Но первосвященники подговорили народ просить освобождения не Иисуса, а Варавы. Пилат обратился к ним еще раз. «Тогда что же мне сделать с тем, кого вы называете царем иудейским?» «Распни его», – закричали они снова. «Какое же он совершил преступление?» – спросил Пилат. «Но они кричали еще громче, распни его». «Тогда Пилат, желая угодить толпе, освободил им Вараву, Иисуса же велел он бичевать, а затем передал его на распятие». Вот таким вот образом Марк передает эту сцену суда Пилата над Иисусом. Если вы внимательно читали и слушали, вы не могли не заметить этого, что трижды Пилат в этом отрывке использует фразу «царь иудейский». А вообще во всей этой пятнадцатой главе еще три раза Марк будет использовать это выражение «царь иудейский». Вот у меня к вам вопрос. А как вообще вы понимаете вопрос Пилата? Или о чем он вам говорит? «Ты в самом деле царь иудейский». Почему он так заостряет на этом внимании? И шесть раз Марк повторяет о том, что Иисус царь иудейский. Что это значит? Ну, может, потому что его так представили законники, фарисеи, когда передавали Пилату, они сказали, что вот он называет себя царем иудейским. А Пилату это же как вызов, потому что они же порабощенный народ, какой царь. Это значит, что будет восстание, будет бунт. Ну и они тоже такой хитрый ход, чтобы разозлить Пилата. Или там вызвать у него плохие эмоции. Ну тут тоже как бы смотрится, что и Пилат немножко их этим дергает тоже этим выражением. Ну что, это ваш царь, что мне с ним сделать? То есть, может быть, это тоже как бы, чтобы унизить толпу и показать, что у вас даже царя никакого не может быть, потому что вы хотите выбрать себе царя, и вот к чему это приводит. Вы сами его же и хотите распять. Интересный момент, просто то, что они на своем суде его судили совсем за другие вещи. То есть на суде, который был среди первосвященника и священства, в принципе, они обсуждали вопрос, что он утверждает, что он мессия, что он про храм, что он обещал, что храм разрушит. То есть они говорили о каких-то духовных вопросах, в которых они считали, что он богохульствует, и поэтому он должен умереть. Но они решить-то решили, но ничего с этим сделать не могли, у них власти не было. И поэтому они пошли к Пилату, а Пилату они уже представили совсем другую историю, потому что Пилату, ему было все равно, кто он там, как себя называет. Вопросы богохульства были не в его вообще юрисдикции совершенно. Вот поэтому они представили вопрос так, как нужно было для того, чтобы добиться того результата, который им нужен был. Бог никогда не оставит нас без шанса, шанса узнать его. И вот когда мы читаем вот этот отрывок, да, ты царь, на самом деле ты царь, то, как я это понимаю, что это как раз возможно был и шанс Пилата принять его и услышать прямо от Иисуса, от Бога всего мира, что он есть царь. И не только иудейский, а и его царь тоже. Но вот он как бы этот вопрос так задал и не ждал ответа. Как бы задал и пошел. То есть у него была возможность, была. Какую реакцию ты ожидаешь от Пилата? Он ему говорит, да, я царь, и Шопила такой, ну я тебя сейчас поклонюсь. Если бы он искренне задал, то он, мне кажется, следующий бы вопрос сразу пошел. То есть, окей, что ты имеешь в виду, какой царь, где твое царство? То есть он не спрашивал для того, чтобы действительно узнать, а просто да. Зачем ему эти проблемы вообще? Он быстренько хочет порешать и пойти в праздники у всех. Зачем мне сейчас, да, это... Поэтому он как бы это для галочки спросил, но мне почему-то так кажется, что потом Бог это ему вспомнит. Вот у тебя же была возможность, вот почему ты ее не принял? Мы с вами понимаем, да, что, в общем-то, Пилат был поставлен над этой оккупированной территорией для того, чтобы вершить правосудие. Больше всего он хотел, чтобы там не было никаких восстаний. А восстания были достаточно часто. Еще когда Иисус был маленький, уже тогда в его детстве сотни, а то и тысячи крестов стояли вдоль дорог, когда для устрашения восставших римляне распинали там иудеев. И сейчас, конечно же, перед праздниками меньше всего Пилату хотелось, чтобы было какое-то восстание, какое-то возмущение. Но к нему привели Иисуса. И мне интересно понравилось, как Илона подметила, что обвинения на Синедрионе были совершенно другие, чем те обвинения, которые Пилату. То есть все так придумали, чтобы у Пилата не было шансов, да, как-то выйти из этой ситуации. Или же, чтобы он почувствовал какую-то угрозу, что вот этот человек, который перед ним, это очередной бундовщик, да, очередной лжецарь, который хочет поднять восстание. Пилат задает этот вопрос, затем он несколько раз его повторяет, затем солдаты, которые бьют Иисуса, избивают, они насмехаются над ним и выкрикают эти слова, да. Ты царь иудейский, да, ты прорекинан, кто тебя там бьет в других евангелиях написано. То есть вот этот вопрос постоянно звучит. Интересно, что Пилат в конце концов приходит к выводу, что против Христа нет каких-то таких весомых обвинений. И то, в чем его обвиняют, да, в данном случае то, что он хотел бы быть каким-то бундовщиком и сменить власть, оно неоправдано. Даже сам Пилат здесь в Евангелиях признается, что Иисуса евреи, значит, из зависти, из зависти предают на это. И мне кажется, что вот этот вопрос, который задает Пилат, он, по сути, и подразумевает, что это то обвинение, которое перед Пилатом для Иисуса выдвинули сами иудеи. То есть Пилату в голову такое не мало прийти. Как Иисус на такое способен? С другой стороны, получается, что он же на самом деле-то и был царем иудейским. Вы понимаете, у вас какая вот здесь интересная пара, люди, которые его в этом обвинили, сами того не понимают, что это верный титул. Ведь он был не только мессией, но он был и царем иудейским, да. Он был царем, и в других Евангелиях он скажет единственное, что царство мое не от мира всего, да. И если бы я хотел, если бы мое царство было от этого мира, разве мои подданные, да, там и слуги не пришли бы и не освободили меня? То есть вот это интересная такая мысль, которую нам пытается показать Марк. Что Иисус, будучи настоящим царем уже здесь на кресте или во всех этих событиях сюда, показывает настоящий характер своего царства. Он не борется за земную власть. Вот это как бы вот такая вот точка, которую ставит. Если до этого мы с вами встречали упоминание, что книжники и фарисеи приходят и спрашивают, откуда у тебя такая власть? Кто дал тебе право, да, очищать храм? Кто дал тебе право изгонять бесов? Какой с властью ты это делаешь? Когда он въезжал в Иерусалим, они бросали ветки. И мы с вами в прошлый раз говорили, что это Иуду побудило к тому, что нужно сделать какие-то шаги, чтобы Иисус наконец-таки воцарился. Ученики все время мечтали о том, что Иисус сейчас получит вот эту земную власть, и они сядут от Него справа и слева. А здесь Марк, ну Марк, понятно, что Иисус, да, вот ставит эту окончательную точку и говорит, да. Он так интересно отвечает Пилату, да, ты сам говоришь это. То есть он не говорит ни нет, ни да. И с другой стороны он показывает, что его власть на земле, она не будет вот такой, какой хотели бы видеть другие. Такое чувство, что все все понимают. И это как будто какая-то игра. Пилат понимает мотивы законников, первосвященников. Иисус понимает и одного, и другого. Первосвященники тоже все понимают. Ну вот насчет толпы, я не знаю, подговорили просто толпа, как толпа, сказали, что сказали, то делали. Ну вот Пилат, он же своим выражением понимает. Он этим же, ну что, отпустить вам царя Иудеи? То есть, а ты бы отпустил, если бы он действительно был бы царем Иудеи? Ты же бы никогда не отпустил. Ты же понимаешь, что это угроза твоей власти. И он такой, так я готов отпустить, потому что я вообще не вижу, что он царь. Вы мне сюда его привели просто, потому что вы там себе решить не можете, вы завидуете. А он там сейчас, он у вас там бунт делает, я его не боюсь. Он мне не сделает никакой бунт в моем государстве, то есть в моем распоряжении. И все так как бы просто, как это выражение, просто на тормозах все так спускается, что уже как есть. Ну что, вы будете, пошел умыл руки, потому что я не хочу на этом брать ответственность. Я с этого не смеюсь открыто, но я все понимаю. Но оно помогло, вот сама суть, что люди мыли руки. Оно хоть какую-то роль играет? Ну это он сделал такой жест, в одном из Евангелий написано, для того, чтобы показать, что, мол, я неответственность за это не беру. Но с другой стороны, здесь Марк пишет нам, Пилат, желая угодить толпе, освободил им варау. То бишь, как бы да, он жест такой, вроде я и умываю руки, но моя-то власть отправить его на крест, а того освободить. Это чтобы спать спокойно. Он мог бы действовать по-другому, он мог бы идти по совести, по пониманию, по закону. То есть если нет доказательств, нет честных обвинений, он мог бы сказать, я здесь не вижу никакого основания, поэтому как бы вы тут попросите, не просите, как бы нет состава преступлений. Но он этого не сделал, потому что он понимал, что сейчас действительно Пасха, очень много людей, сейчас могут быть какие-то бунты, ещё что-то, просто на пустом месте может что-то возникнуть. И он просто решил себя обезопасить таким образом. Для меня, конечно, эта фраза о том, что он понимал о том, что они делают это из зависти. Я не уверена, что священники себе честно могли ответить на этот вопрос. Они-то верили в то, что они делают правое дело. Для блага людей. Да, но все всё понимали, я с тобой согласна, Назар. То есть люди, которые были вокруг них, все понимали. Поэтому это мне интересно с точки зрения того, что мы иногда тоже себя, себе честно не можем ответить, что нас побуждает каким-то определённым действием. И к нам могут подходить люди и говорить, знаешь, мне кажется, вот ты действуешь что-то там не так, что-то делаешь не то. Ты уверен, что ты сейчас принимаешь решение не на эмоциях, там ещё что-то, да? А мы нет. То есть потому что мы-то себя лучше знаем. Но в конечном итоге здесь пилат, который первый раз увидел этих людей, и то всё лучше знал, что на самом деле происходит в их сердце. Для себя могу взять такой урок и в жизни использовать. Не знаю, как мы там теологически разлаживаем этот урок, но вот эмоционально я вижу, что, понимаете, мотивы и какими методами, мы говорили за камерами, то, может быть, у них и мотивы были правильные понятия в голове. Но методы, какими они это действовали, показывали, даже пилату, язычнику, показали, что тут нечисто, так не делается. Какие бы вы там хорошие не испытывали, да? Но методами, какими вы это делаете, это уже показывает, что это неправильно. Потому что они дискредитировали, получается, себя не только перед теми из народа, кто поверил во Христа и видел, что всё это вот, ну, сфальсифицировано. То даже язычник, который над ними стоит, которому, понимаете, когда там Пилат пытался какие-то вещи совершить в храме, там, не очень правильно, или ещё какие-то, они поднимали восстания, бунтовали, там, ещё что-то. То есть Пилат шёл им на уступки. Они тем самым хотели показать, насколько важен для них храм, вера в Бога, сам Бог, да? То даже этот язычник понимает, что эти люди привели Христа необоснованно. Что это просто торжество лжи и тьмы. Интересно, я вот для себя обратил внимание, что Марк начинает эту главу такими словами. И два раз свело, совет книжники и старейшины уже приняли своё решение. То есть он как бы показывает, что решение было принято тогда, когда ещё было темно. И вот дальше, на мой взгляд, он будет постоянно в этой главе показывать, как тьма торжествует, как она набирает вот эти силы, как она набирает обороты. Вначале Пилат пасуется, да, хотя понимает, что это всё театр, что это розыгрыш, Иисус ничем не виноват. Потом солдаты, которые сбивают Христа и издеваются над Ним, да, и просто насмехаются над Ним. Вот, и вот как вот этот клубок тьмы, он будет наступать, наступать и наступать. Настолько это всё действительно было странно, знаете, как перевёртыш какой-то. То, что там правда, стало ложью, то, что ложь стала правдой. И Пилат, который осудил Христа за то, что он царь иудейский, да, за то, что он как бы может быть или там подговаривает людей к бунту, то есть за такие дела, освобождает настоящего бунтовщика, которого реально осудили за бунт. Его осудили за бунт, но его освободили. А человека, который не, и Пилат это понимал, не относится к этому вопросу, как бы и к его сфере, да, деятельности Пилата, он был осуждён на смерть. То есть в этот момент ты понимаешь, что здесь действительно было всё, потеряны все ориентиры, в том числе и для Пилата. Я сегодня разговаривал с одним из знакомых, и он говорит, Денис, знаешь, почему я в церковь не хожу? А он неверующий человек. Говорит, не то, что я в Бога не хочу верить или не верю в Него, а из-за верующих людей как раз. Потому что я прихожу и вижу, что они как бы на служение приходят одними, а в бизнесе, в делах я вижу, что они вообще другие люди. И вот это как раз и есть самое большое камень преткновения для этого человека, вот верующие люди. Ну кто бы мог подумать? Как мы об этом говорили, да. То в первую очередь я об этом как раз и подумаю, что не являемся ли мы камнем преткновения, как ты сказал, для других людей. И вот, фарисеи, и мы иногда, или похожие люди, которые как раз такими и есть, это первое, что отвергает от Бога. Потому что мы показываем своими делами, либо одно, либо другое. Как по-другому Бога увидишь? Вот мы же пример, мы же должны показывать, какой Бог есть, как Он нас любит, мы же должны других любить людей. Я не очень люблю людей, поэтому это моя война. Я думаю, Денис, что каждый из нас находится на пути к тому, чтобы Бог освещал наши сердца, изменял, и мы можем падать на этом пути, но главное, чтобы мы поднимались с Богом и шли дальше, вперед. Я для себя как-то тоже решил. Знаете, я пришел как бы из мира, я не с детства в церкви, и мне казалось, что церковь – это такое общество святых, тут все такие правильные, они же читают это все, они живут по этому, они так верят. Каково же было потом мое разочарование, когда все оказалось совершенно не так, как я себе представлял. И для меня церковь – это больница. Здесь все находятся больные. И вопрос в том, что церковь отличается от людей, которые не приходят к Богу, лишь только тем, что мы больные, мы знаем врача и идем к нему, хотя бы попросить, чтобы он нас исцелил. А они, к сожалению, такие же больные, как мы, но врача у них нет. Хотя иногда, может быть, этически, морально они могут поступать лучше, но это ничего не определяет, потому что то, что ты где-то сдерживаешь какие-то моменты у себя внутри, это же не значит, что ты освободился от греха своими собственными силами. Библия же нам говорит, что все согрешили. Нет на земле ни одного праведного человека, который достоин спасения без жертвы Иисуса Христа. Мне кажется, проблема не в том, приходить в церковь больным, а понимать, что тебе нужно вылечиться. Потому что если, вот я думаю, ну нужно понимать, что ты больной, да, и как бы открывать свои раны, не прикрывать, но тогда ты можешь просто жалеться и не исцеляться, а просто высказался, выплакался и пошел домой дальше делать то же самое. А можешь говорить, что нет, все хорошо, у меня ничего не болит, тогда тебе тоже ничего не поможет. А когда ты понимаешь, что меня реально болит, и мне нужна как бы какой-то медикамент, и ты его принимаешь, ну тогда уже какой-то результат будет. Да, вот такое это непростое начало этой главы, да, насколько все сложно, и насколько глубокие уроки для каждого из нас. Потому что легко смотреть на этих старейшин, но не стоит забывать, что это были верующие, религиозные лидеры, вожди, которые знали Писание, которые отстаивали истину, но сбились со своего пути. Мы также можем сбиваться с пути, поэтому важно постоянно вот этот свой навигатор сверять, туда ли мы идем, да, на правильном ли мы пути. И я хотел бы, чтобы мы продолжили с вами читать уже с 25 по 32 текст. Когда его распяли, был третий час. Надпись, указывавшая его вину, гласила «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли и двух разбойников, одного по правую, другую по левую сторону от него. И исполнилось Писание, где говорится, «И был причислен к преступникам». Проходившие мимо бронили его, качая головами. Они говорили, «Ну что, ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его. Спаси себя, сойди с креста». Первосвященники и учители закона тоже насмехались над Иисусом. «Спасал других», — говорили они, «а себя спасти не может». «Христос, Царь Израиля, пусть Он сойдет с Христа, чтобы мы увидели и поверили». Также оскорбляли Его и распятые вместе с Ним. Интересное предложение поступило к Иисусу Христу. «Ну давай, если ты тот, кем себя называешь, сойди с креста». Знаете, если бы Иисус не мог этого сделать, то можно было бы сказать, «Ну это как бы вот такое, так себе просьба». То есть они просили чего-то нереального. Но мы же с вами понимаем, что Он мог сойти. Почему Он не сошел? Ну, можно доказать. Тут же они прямо говорят, смотрите, «Если ты сойдешь, то мы поверим в тебя». «Если ты царь, сойди». «Если ты других спасал и обещал храм восстановить, сделай это». Он вообще должен вестись на вот эти вилочки. Все время они его где-то подстебывают, все время где-то тыкают, здесь вообще унижают. Это просто попытка вывести из себя, попытка унизить. Тут ничего… Кто там поверит? Куда поверит? Да, сойди и я поверю. Да? Как? Почему? Из-за чего? Из-за страха? Да. Он если бы сошел, все бы так перепугались. Все бы… Если бы он проявил свою силу, они бы просто умерли. Это просто унижение, потому что ими руководил дьявол. Он пытался… Все время он пытается унизить, показать… Ну, его бьют, его… Это последние вот эти… Представьте, это все. Это как фильм смотреть. Они просто со всей силы, как только возможно, показать, что ты никто. Прояви себя. Вот мы тебя… Почему дьявол это хочет сделать? Он пытался, чтобы тот действительно проявил свою власть. У него тогда аргумент будет перед всеми небожителями другими, перед другими мирами, перед самим Богом Отцом, что вот видишь, он не сдержался, никакой он не любовь. Смотри, он не может даже своими эмоциями овладеть. Какой он, какой он твой сын? Что это такое? А тут действительно насколько у него характер. Что он на вот эти все, он не ведется. Он знает свою миссию. Ему больно, ему тяжело. О, действительно, и физически больно, и духовно больно, как он переживал это в Герсиманском саду. Ну, это нереальные боли, которые мы даже никогда не сможем почувствовать. И в этот момент его еще и дьявол пытается… Вот я сейчас тебя выведу, ты не сдержишь это. Ну, физическую боль терпишь, это терпишь. А вот это, я тебя сейчас понимаю, те, которых ты любишь, которых ты спасал, те, которых, ради кого ты пришел. Смотри, что с тобой делает. И вот это, я думаю, Иисус как раз это понимал, что это, ты говоришь, больница. Но это больные люди, которые не понимают, что они больные. Ими руководствует сейчас грех, которых они отдали свою волю, и этой волей сейчас руководит… Хотя не отдали волю. Просто дьявол их настолько использовал, что они вот даже не понимают, что делают. Это ужасно. У Христа есть очень большая миссия. Просто огромная миссия. Ее на тот момент, наверное, никто не понимает из его окружения. То есть у них есть… Они в своей голове даже не могут представить масштаб этой миссии, которую ему нужно выполнить. И поэтому они ему предлагают миссии поменьше. Ну, то, что они могут ему предложить. То есть даже не то, что даже эти, те, кто сейчас издевается, а даже его ученики, которые хотели бы что-то хорошее, они ему предлагают, ну вот сделай вот это. Это же ого-го сколько. Но то, что если бы он это будет делать, оно противоречит реально огромной миссии, которую они даже не могут охватить своим умом. То есть если я так представляю, что представляете, там какой-то человек, который идет, там, хочет, я не знаю, ну, такой пример, книгу рекордов Гиннесов попасть, да, у него есть какой-то план, ну, какой-нибудь пример такой, допустим, ему там нужно молчать, там, максимально долго, вот, насколько это возможно, да. И к нему приходят люди, такие, а что ты молчишь? Ну, что-то тебе тяжело сказать. То есть, и как бы они пытаются ему какие-то вещи, то есть, может быть, там, спросить просто, как там, мимо, там, куда пройти, там еще, то есть они не понимают, почему он им не помогает, почему он там, а он понимает, что у него есть большая цель, он сейчас это пропустит, какие-то просьбы, какие-то, ну, мелкие дела, которые по сравнению с попаданием в книгу рекордов Гиннеса, это, ну, ничего, да. Вот, поэтому, зная свою большую цель, он на вот это все, и не, он понимает, что просто это все разрушит, он столько к этому шел, он столько собирался с силами, ему просто нужно дойти до конца, потому что его цель не в том, чтобы что-то доказывать людям сейчас, его цель для того, чтобы спасти всю эту землю. Знаете, я вспоминаю еще раз ту сцену, которая была в Евсимании, когда мы говорили с вами, что вроде бы как голоса с ней было, не было, да, Бог не сказал ему, давай, или давай отказывайся, Иисус принял это тяжелое решение, принял его окончательно и бесповоротно. И вот сейчас религиозные люди, верующие люди ему говорят, Бог, Христос, сходи с креста, ты Мессия, ты Царь, мы поверим в это, если ты сойдешь. А он остается, потому что он знает, что это голоса уже не голоса его отца, не голос его отца. И он не повинуется этим голосам, потому что понимает, что больше всего от этого выиграет только дьявол. Что это будет не победа, а это будет поражение. И он не хочет идти им на уступки, он даже не на йоту, не сомневается, потому что решение было принято окончательно. И для меня такая мысль, для себя урок, я такой беру из этого, вы знаете, оказывается твой личный опыт, вот эта история меня учит тому, что твой личный опыт с Богом может быть более важным и значимым, чем коллективный опыт других людей, верующих людей, даже может быть вождей народа, которые читают Писание, которые тебе что-то говорят, но если это расходится с твоим личным опытом, который ты получил от Бога, так в случае с Иисусом Христом мы имеем право остаться при своем мнении и большая вероятность того, что если у нас был искренний опыт с Богом, мы окажемся правы. То бишь, вы понимаете, что это же не безбожники, не Пилат стоит у креста и говорит, эй, Иисус, давай сходи, ну докажи мне, да, что ты настоящий царь, там и мессия. Это люди религиозные, это вожди, те, которые поставлены вести народ, они говорят, сойди, а Иисус их не слушает. Ну да, надо тогда уточнить, что его опыт, либо наш опыт, он не может идти в разрез с какими-то другими истинами. Религиозные люди пошли в разрез, это уже не были слова Бога. Поэтому он идет, он не то, что идет в разрез с ними, они же не эталон, он себе как был на связи с отцом, вот он по той же дорожке и идет. Его личный опыт построен на правильном писании, на заветах, на всем. Это они отвергли. Так что тут одна истина, одно понимание. Если у меня есть этот опыт, классно, когда он всегда только в союзе с истиной и с живым Богом. Люди, люди, обычные люди, не священники, обычные люди, которые пару дней назад встречали Христа с... Пальмом ветвы. Да, то есть встречали его как царя, как, ну, то есть, они его любили, они его ждали, они, как бы, восклицали Асана, то есть, и спустя пару дней они проходят мимо креста и говорят, и что это? Это ж толпа как толпа. То есть, там они все вместе его прославляют, а там они говорят, распни. Что ж, это эмоциональный порыв, да? Он сегодня один, завтра другой, поэтому мы не можем строить свою веру на эмоциях, да? Вот, вот я ощущаю, Бог рядом. Ой, а завтра я уже не ощущаю. Все-таки мы разумом должны понимать, у нас должно быть твердое основание какое-то, Взаимоотношения с отцом, чтобы когда гормоны у нас играют туда-сюда, мы не колебались. Но все-таки, друзья, вы знаете, для нас это большая радость, что Иисус не сошел с креста. Потому что, если бы сошел, у нас не было бы никакой надежды. А так, Иисус своим смирением, в другом месте в Священном Писании будет написано, что Он усмирил себя настолько, что даже до смерти, до смерти крестная. Представляете, это же не просто человек на кресте, это Бог на кресте, Бога-человек. Вот Он остается там, хотя легко мог и сойти с креста, и всех там уничтожить, и царство свое восстановить. Он остается, смиряет себя, принимает на себя мой грех. Интересно, поется в одной песне, то не гвозди держали Его на кресте, то мой грех. Он принимает на себя мой грех, чтобы потом принести мне прощание. Я так благодарен, честно, я понимаю, насколько больно было Иисусу. Даже сложно это представить до конца, и физически, эмоционально, что Он остается там на кресте. Остается и проходит этот путь до конца. А давайте мы посмотрим с вами еще один интересный момент, который Иисус переживает на кресте. Это значит, если возможно, прочитаем с 33 по 37 текст. В шестом же часу по всей земле стало темно, и это продолжалось до девятого часа. В девятом часу Иисус громко крикнул, «Элой, элой, лэма, савахтани!» Что значит, «Боже мой, боже мой, почему ты меня оставил?» Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали, «Слышите?» Илью зовет. Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил ее на палку и дал ему пить. «Подождите, давайте посмотрим, придет Илья снять его или нет?» сказал он. Громко вскликнул Иисус и спустил дух. И завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Как? Как нам понимать вот эти слова Иисуса, которые он производил? Произносит на кресте. «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Мы знаем с вами из Писания, что Иисус здесь цитирует псалом, да, псалтирь, 22-й псалом в английском варианте, 21-й, в славянском нашем, да. Вот, интересно, что многие сегодня с пренебрежением относятся к книге псалмов, как бы, ну, это такая не очень важная, не очень богословская, но Иисус именно псалтирь цитирует на кресте. Как вы понимаете, что значит Бог его оставил? Что он почувствовал, что он один уже, никому не нужен? Или как, что? И как, кого это вообще было для Иисусу, сказать эти слова? Я бы так сказал, что, ну, говоря земным языком, Иисуса можно было назвать папиным сыном, да, потому что всегда он сверял все с отцом, он всегда приходил к нему, молился, Евангелие Таанн, об этом больше говорится, он будет говорить, что я и отец одно, я ничего не творю от себя, я все исполняю волю отца, и вот как это услышать от сына слова, отец, отец, для чего ты меня оставил? вообще тут эмоции, ну, сложно это все, сцены такие жесткие, потому что они, если так пропитаться, продуматься, действительно, отец оставляет сына, потому что разрыв происходит, вот как мы говорили, все, грех, из-за того, что Иисус берет на себя грех, у него больше нет доступа к отцу, и, насколько я понимаю, я не знаю, такого никогда не было, за всю историю, они были одно, они никогда не разделялись, а тут разрыв, ну, таких чувств никто никогда не испытывал, а тут испытывал, тем более, в самом-самом, в чем, в божестве, ну, вообще, дальше не лезу, потому что могу что-то наговорить, то, что сам не понимаю, но мы видим эмоции, что, насколько это сложно, и тяжело, и больно, то есть нет какой-то игры, да, что это не просто какое-то шоу, за которым мы просто наблюдаем, ну, Иисус там себе висит, улыбается на кресте, говорит какие-то дежурные фразы из Писания, которые должны быть произнесены по пророчеству, и все на этом, да, мы видим, что это вот идет реальная борьба, тяжелейшая борьба, да, что не просто физически Иисусу тяжело, он просто на уровне всего своего естества ощущает вот накал и всю сложность этой борьбы, представляете, и вот представьте, это может быть шахматы от доска, что угодно, бильярдный стол для себя, какая там игра кому подходит, но на кону земля со всеми нами, и вот Бог, и против него дьявол, и решается вопрос. Даже больше, чем просто земля. На земле все решается, идет война за власть, дьявол предъявил сыну власть, почему это мы должны поклоняться Иисусу, сыну, с чего это вдруг, я хочу, чтобы поклонялись мне. Принзию предъявил такую, да? И вот сейчас уже на земле решается, так все-таки кому мы будем поклоняться? Мы будем поклоняться живому Богу, и сыну, или мы будем поклоняться дьяволу? И вот систематично, от начала этой войны до сих пор сын ведет себя так, как должен вести. И вот как ты сказал, что он умолил себя, он проявил себя, вот такой, какой он есть, он показывает действительно свой характер. За всю историю, даже в земле, он пришел на эту землю и показывает, что я люблю, я унижаю себя, я вот такой, вот смотрите, какой я на самом деле. А тут же и проявление дьявола. А я вот такой, а я сейчас всех вас тут накручу, я вот сейчас вот на тебе, хочешь пить, а на тебе уксус, на тебе вот это, как написано, кислое вино. Ну, бери. Да, на тебе еще, вот сейчас я тебя еще и побью, я сделаю тебе максимально плохо. И что? Это люди, возможно, здесь это не все понимают, хотя мы, история прошла, мы видим. Нам легче, нам много, да? Вам нравятся такие действия? Ну, то есть, по справедливости как? Даже у нас совесть есть. Какие бы там, какие бы, что бы он там себе не подразумевал, как бы он прав себя не считал, так не делается. Мы это все понимаем. Какими методами? Что ты хочешь доказать? Даже, ну, не берем дьявола, люди, что вы хотите сделать? Это вы что? Какую справедливость вы хотите? Это нормально вообще? Кто так делает? Это что, по-человечески? И вот проявление. Вот я Бог, вот я как живу, а вот я дьявол. А я вот так. А теперь выбирай, кого хочешь. А Богу Иисусу, сыну, действительно, он переживает такое, что никто не переживал. Вообще, за историю жизни никто не переживал. Ни дьявол, никого такой связи не было. Тут разрыв, все. И ему тяжело, больно, и вот к чему это приводит. К смерти и разрыв. Знаете, что вот я сейчас поняла, для себя, наверное, более, ну, по идее, вещи мы отслышаем, очень часто мы читаем эти тексты, и вроде как все нам понятно, но для меня сейчас как-то по-другому это все открывается. Знаете, именно что? сатана не раз приходил к Иисусу и говорил там, поклонись мне, да, и будет тебе царство. Потом, здесь то же самое, садись Христа, да, какие-то как бы, что-то на кону есть, да, что-то есть на кону. И вот сейчас я понимаю, что для Христа здесь не стоял бы просто умри и на одной чаши весов смерть, на другой чаши весов спасение человечества, да, или там на одной чаши весов там, я не знаю, там, да, такие слова там, возьми грех всего мира на себя. Я, для меня сейчас, вот я читаю эти тексты, для меня как будто на этой чаше весов разрыв с отцом. Не грех, это причина, не спасение человечества, это цель, а на чаше весов именно разрыв с отцом. Вот, как будто с нами он говорит, ты хочешь спасти землю, ну тогда тебе придется с отцом разорвать как бы связь. Не разорвать. Нет, наоборот, что если ты хочешь спасти, тебе придется умереть и разорвать. Пережить это, да. А если хочешь себя спасти, тогда не разорвешь. Не просто там, да, такая громкая фраза, как взять грех, а сказать, если ты хочешь спасти эту землю, тебе просто нужно будет потерять отца. Выбирай. И поэтому последние его фразы не о том, что там пусть эти все люди спасутся, или что там как мне тяжело физически. Он говорит о том, что боже, отец, как, почему, ну типа все. то есть как бы для него это было самое страшное, что могло произойти. И он выбрал вот это, ему сатана предложил этот выбор, и он сделал этот выбор. Он сделал этот выбор, и все. То есть это, это вообще просто, не знаю. может быть, что разрыв Иисуса и у Бога не был тем, что просто, как бы, вот мы видим ниточку, она разорвалась, да, а как бы в результате того, что он все грехи на себя взял, как я понимаю, до этого Иисус свободно видел ангелов, он и с ними общался, и я понимаю, что у него как бы не было вот этой занавесы, которая делит наш мир и небесный мир, потому что он взял на себя грех, у него как бы появилась вот эта стена, и из-за этой стены он не мог чувствовать, не мог видеть поддержку Отца. Почему спрашиваю? Потому что вот эта история мне опять пришла, когда тяжелый сезон пришел, да, следы пропали возле тебя сбоку, и потом Бог говорит, так я же тебя нес, а ты думал, что меня там не было вообще. Вот мне кажется, может в этой ситуации то же самое Иисус идет, и кажется, что он сам, он Отца не видит, не чувствует, да, как вот мы в своей жизни, мы в человеческой жизни, идем и думаем, никого нету, а потом, когда приходит время Бог показывает, нет, я все время возле тебя был, но, к сожалению, я не мог тебе как бы это физически показать, потому что вот из-за вот этих вот причин. Но твои эмоции и твои ощущения, твое ощущение себя супер одиноким, оно не меняется, то есть ты не знаешь, ты не знаешь, что за этой стеной там кто-то есть, да, ты все равно одинок, да, ты в будущем что-то, может быть, узнаешь, но в той точке твоей истории тебе было очень плохо. Это просто этот пример, что там со следами, это такой как-то, ну, короче, проезженный уже пример, ну, потому что если бы Бог тебя оставил, ты бы умер сразу, и это нормальные люди, как бы это мы понимаем, вот мы приходим в школу, это как тебя А, Б, В научили, это А, что если ты без Бога, ты умрешь сразу, даже если ты что-то думаешь, не думай просто такое, ты не можешь быть без Бога, Бог тебя никогда не оставит, потому что если Он оставит, это значит, что Он забрал свой дух, и ты умираешь сразу, источник нашей жизни, это Бог. Так, у Иисуса был разрыв с Богом из-за того, что Он взял грех на себя, нету связи, потому что все Писание говорит, Бог сам сказал, где грех, я там не могу быть. Нет ничего общего между, да, между святым и грешным. Как магнит, И вот тут, я не буду утверждать, я не знаю, было связь у Иисуса с ангелами напрямую или как, использовал Он какую-то божественную, я думаю, что Он был как человек и посредством Духа Святого Он общался с Отцом, так же, как и мы. У нас тоже есть коннект к Отцу через Духа Святого, такой же, как у Иисуса, это мое мнение, я так верю. И Он ничего сверхъестественного не делал, а тут произошел разрыв из-за греха. Я сейчас живу по милости, все люди на земле живут по милости, и мы, мы грешны, но у нас вот эта милость Божья есть, что, то есть, нас не убивает пока что, мы еще как бы, вот, держимся, но как только я на себя действительно останусь, либо я грех, на меня останется грех, все, я умер, я умру вот той смертью, которой умер Иисус. Да, которая будет написана уже в книге Откровения, потому что та смерть, которая сегодня умирает, человек, Писание называет сном, то Иисус не просто засыпает на кресте, да, умирает первой смертью, Он умрет той смертью, о которой говорится в книге Откровения, когда грех и дьявол будут уничтожены раз и навсегда. И в другом месте, мы когда читаем Писание, то мы понимаем, Христос назван грехом, Он стал грехом за нас, или же, возможный вариант перевода, жертвой за грех. Именно поэтому и произошел этот разрыв. Мне очень понравилась мысль, которую Илона высказала, вы понимаете, что как бы происходит, что Иисус из-за любви к нам выбирает нас и жертвует отношением с Отцом. То есть, Он сознательно идет на этот шаг. Хотя Отца, он знает, всегда. Хотя Отца, он знает, всегда. И Отец никогда его не предавал, и у них были самые лучшие взаимоотношения. Он доверяет ему просто на 100%. Но Он говорит, Отец, я должен это сделать, я буду это делать, я возьму на себя этот грех, я понимаю, что я с тобой, просто ты отвернешься от меня, потому что нет ничего общего между этим грехом. То есть, Иисус становится просто как клубок греха, да? Но я хочу спасти, понимаешь, я хочу, я хочу вот эту, вот эту любовь, о которой Назар говорил. Вы знаете, легко являть любовь, я даже сам себя ловил на мысли. Ну, когда все хорошо у тебя дома, все классно, все хорошо. А если там жена наступила на больную модулю, или дети, что-то начинает... А когда ты висишь на кресте, и когда всех, кого ты любишь, от тебя уже ушли, убежали, да? Предали тебя. Даже отец. Да, и отец даже отвернулся. Вот это насколько, понимаешь? И только вот там, вот эта любовь, она как бы проявляется в тех аспектах, которые мы... Нам очень сложно это понять, потому что Иисус много об этом говорит в Евангелиях, но мы будем всю вечность понимать в эти моменты. Удивительно. Вот что меня удивляет, я всегда поражаюсь, когда я вот это вспоминаю. Вы понимаете, что дьявол, это же он должен был умереть. Первым, что должно умереть? Грех. Какой закон? Плата за грех смерть. Да, плата за грех смерть. Наказание за грех смерть. Кто согрешил, должен умереть. Опять же, только началась война. Хитро, насколько дьявол говорит, как, смотри, если смерть, то какая же ты любовь, если ты убиваешь? Грех? Ну, я грешный, да, так давай убей меня. Я грешный. А что делает? Вы понимаете, как он все разворачивает? Иисус, сын, и вот этот план Бога, он показывает, никто еще в истории жизни, существования, не видел, наверное, что такое смерть. Никто же не умирал до этого. Нигде не было смерти. И кто первый умирает вообще в истории? Сам Бог, который говорил. То есть, не тот источник греха, кто это сделал. Не дьявол. А он говорит, я все-таки любовь. Вы видите, вот все, я вас люблю. Он говорит, что я не люблю. Так я должен его бы убить? Тогда да, вы тоже подумайте, что я не люблю. Но хотите знать, что такое смерть? Вы же никогда еще это не видели. Вы не знаете, что такое смерть. Никто не умирал никогда. Ты говоришь об окончательной смерти? Про смерть-смерть. Вторая смерть, которая действительно смерть. И он говорит, вот, а теперь посмотрите, что такое смерть. Вы хотите такой смерти? Вот к чему вот приводит вот этот дьявол. И теперь, дьявол, ты тоже смотри. Что вы думаете, Иисус не понимает? А дьявол не понимал. Да. В том-то и проблема вся, что он-то думал, что он победил. Понимаете? Что он добился наконец-то. Он убил Сына Божьего. И теперь смотрите, кто мой Бог, что он не по справедливости. По справедливости дьявола убить все, порешал, сделал проблему. Закон же такой был. В законе же не прописано, кто должен умереть. А он показывает, что он-то должен умереть. Но я первый умру. Вот смотрите, я могу и полюбить. Он же как бы воспринимает, возможно, воспринимал дьявола тоже как грех и как болезнь. И что? Он бы не обнял дьявола? Он настолько любящий, что он бы и дьявола простил. И сказал бы, да, ты иди сюда. И проявлю к тебе такую же любовь, как и к этим всем людям и ко всем. Но я вот сейчас показываю действительно, вот это мой характер. Как вам такой Бог, который первый всем показал пример и сделал, и даже дьяволу говорит, ты все-таки говорил, что я не любовь. Вот, посмотри. Я готов. Даже ради тебя, ради всех, ради греха, я пойду все-таки на вот этот разрыв. И я покажу всем, что такое действительно любовь. Потому что это моя природа, я по-другому не умею. Я не могу по-другому. Давайте еще раз в эту тьму окунемся. 33 текст. В полдень настала тьма по всей земле и так продолжалось до трех часов полудни. И 37 текст. Иисус же вскрикнув громко и спустил дух. И мы уже немножко говорили об этом. И зло окончательно восторжествовало. Да, все. Дьявол ликует, цель достигнута, Божий Сын уничтожен, он мертв и ничто больше не связывает его руки. И вот мне интересно, как дальше Марк начинает показывать, как в этой тьме начинает зарождаться свет. И появляются люди, о которых мы раньше с вами не читали в Евангелиях. И начинают происходить такие события, которых даже себе сложно представить. Прочитайте просто 39 текст и 43 текст. О чем мы можем научиться из этих двух примеров? Зачем Марк их помещает? Вот в этой истории о сплошной тьме вдруг появляются вот эти вот два персонажа. Ну, там еще один есть, мы его не будем настроить. Потому что все-таки есть что-то хорошее. Какие бы люди плохие не были, но они могут проявлять тоже хорошее. Я же говорю, видите, все, вот такая мрака. Настолько люди агрессивные, злые, плохие. Но люди ли это проявляют сами по себе назад? Ну, я же говорил, что это выбор человека. Я думаю, что он проявил выбор, человек принял решение и да, он отдался под влияние. А там дальше уже просто себя не контролируют. Но все-таки это люди под влиянием дьявола. Но даже не в этом. Дело, что везде вот такая агрессия, злость, нечеловечность. Ну, не укладывается, не хочется верить в такое, что человек может даже такое придумать, настолько быть жестоким. И тут параллель такая. Ну, все-таки есть люди, которые проявляют как бы, ну, сожаление. Вот Иосифа смотрю, думаю, с чего ему это? Что он себе какие-то бенефиты с этого получил? Ему жалко. Не-не, я хочу, чтобы ты чуть дальше посмотрел. Давайте посмотрим на этот Центурион вначале. Кто он? Я думаю, что просто у Бога есть люди. Есть люди. Даже не там, где иногда мы их видим, этих людей. То есть мы ищем людей. Уточни, что значит у Бога есть люди? Ну, то есть у... Либо люди проявляют его. В его семье, так скажем, люди, которые божьи люди. То есть у нас есть в первой части этой главы священники, которые божьи люди. Но они на самом деле не божьи люди. Давай, характер ты имеешь в виду. Все-таки проявляют его характер. И они его, потому что они похожи на него. Принимают его. Которые видят его таким, каким он бы хотел, чтобы мы его видели. То есть и это люди, которые противопоставлены, можно сказать, тем людям, которые должны были бы быть рядом и видеть истинную суть происходящего. Но это не были ни ученики, ни священники. А здесь у нас... Римские. Да. Полководец один, да? Да. Но вы понимаете, на какой вопрос он дает ответ? На самый важный. На протяжении всего Евангелия, первые восемь глав, все спрашивают, кто он, никто не знает, кроме бесов. Потом Петр произносит, и мы с вами говорили об этом, но совершенно не понимает, что это значит, потому что поступки и дела дальнейшие говорят об обратном. И то Иисус ему говорит, это не ты, это тебе Дух Святой открыл. И вот в этой тьме стоял один человек. Понимаете? Ему достаточно было вот этих часов, которые он провел там у креста, слушая за Христа, наблюдая за Ним, за всем этим. И после всего он свидетельствует. Вы знаете, этот человек был Сыном Божьим. Возможно, он услышал эту последнюю фразу. Вполне возможно. Услышал эту последнюю фразу и понял, что такое нельзя сыграть, такое нельзя придумать по сценарию, прочитать то, что нужно было прочитать. Иисус обратился к Богу и этот полководец понял, что он обратился к Богу. Отче, зачем ты оставил меня? И он понял, что он действительно сын этого Бога. Мы видим, как Марк вкрапляет в эти истории и говорит, несмотря на то, что Иисус умер и тьма все объяла, свет побеждает тьму. Вот полководец римский, да? Ни книжный, ни кто-то. Ну, а кто такой вот этот Иосиф? Вы прочитайте внимательно о нем. Вы просто подумайте, кто он. Член Совета. Где он, где он находился? Еще вот буквально там полсутки, сутку назад. Но это в середине ядра он как раз был, к самому горячему моменту. То есть, он сидел там на этом суде, где судили Иисуса, где говорили, ты богохульник, ты храм собирался, ты кто собирался делать, это сделал, да? Он там был, и он не выскочил, да, не бежал, там не топал ногами, не говорил, зачем, неправильно, не то, не так, не так, но пришло время, да? То есть, вот даже сама смерть Иисуса стала для него таким светящим, что проходит чуть времени, и он уже ничего не боится, вы понимаете? Это же не Петр пришел, который вдруг одумался, уже все попросил прощения, покаялся там. Не кто-то из учеников. Он идет к Пилату, и ну как это пойти к Пилату, попросить, чтобы тебе вернули тело того, кого распяли, как царь иудейский, кого, в общем-то как бы косвенно обвинили в том, что он собирается бунт поднимать, да? Он уже заявляет обо всем перед всеми, он не боится, что его арестуют, что уже и Синедриона исключают, да? Что на него начнут показывать пальцами. Он идет и действует. Да? Параллель с Петром так же, как бы, может быть он и был агрессивный, и не знаю, давайте представим, что он там в Синедрионе был вот таким ярым, против Иисуса тоже, в тот момент, когда его судили, да? Кого? Иисуса. Про Иосифа говорю, Иосиф. Допустим, что он в тот момент тоже был таким агрессивным. Вроде он не голосовал. Да, ну, поэтому я говорю, даже допустим, что он такой был, но в результате все-таки он как бы, вот, холодный душ, он такой, так не делается, я все-таки человеч какой-то, я не могу таким быть, настолько ожесточенным, хотя бы что-то хорошее сделаю. И да, в этот момент у него вот так и написано, хоть и осмелился, ну, страшно, но осмелился, и пошел, и сделал. То есть, человек, как Петр, тогда тоже отрекся, но потом стало, одумался, стало жалко. Ну, как я думаю? Потому что все-таки внутри каждого человека есть божественная часть, которая еще стучит и как-то влияет на его мысли. Я не думаю, что что-то там произошло, как бы, косвенные какие-то, ну, просто совесть как-то ударила, и он, вот, проснулся, да что мы творили? Как это? Что я две сутки, где я был? Мне кажется, даже не то, что даже вот эта совесть или какой-то холодный душ, люди, которые проходили мимо Креста, говорили, сойди, докажи нам, что ты есть тот, вот, за кого тут, сойди и докажи нам. И Христос не сошел. И, возможно, возможно, для Иосифа, для нас сейчас, да, мы знаем, то, что он не сошел, это и есть показатель того, что он сын Божий. И для этого Иосифа это точно так же могло бы быть. То есть, Иисус не доказал тем людям, которые шли мимо Него тогда. Но, возможно, он доказал для этого Иосифа, который видел весь этот суд, как все происходило. И когда он все-таки умер, пошел на крест и умер, он осознал, что то, что произошло, что это не просто был какой-то мошенник, человек, который непонятно, где ходил, зачем-то людей собирал. Поэтому он оказал ему такую почесть, можно сказать, потому что он действительно потратил свое время, потратил свое... как бы был под ударом, да, и мы не знаем... И путацию. И мы не знаем, да, чем закончилась история для него в конечном итоге, но он сделал этот выбор, потому что он понимал, что это нужно сделать, что это не просто какой-то рядовой человек, он вряд ли это... как для рядового человека это сделал. Он понял, кто на самом деле Иисус есть. То есть он уверовал. Он уверовал в Иисуса Христа. Как написано в Евангелии Атеана, дух дышит где хочет. И казалось бы, да, что среди этой тьмы нет людей, которые подвержены действию Духа Божьего. Они были скрыты, они себя никак не проявляли. Но вот эта вот работа Духа Божьего, она в определенный момент дала свои плоды. И человек сказал, а мне теперь, я не буду больше ничего, я ничего не боюсь, потому что я знаю, Он мой Мессия, Он мой Царь. Я верю в Него и иду за Ним. Во-первых, это то, что Иисус нас спас. Во-вторых, это насколько громкой может быть проповедь после нашей смерти. Вот как я для себя это вижу, да? И люди, за которых мы, слышал истории, да, за которых молятся или мы молимся, только после нашей смерти мы поймем, что они покаялись благодаря тому маленькому зернышку, что мы посадили. Так и произошло в жизни с Иисусом. Когда дьявол потерял руки и уже праздновал победу, Царство Божье, вот из этого интересного слова Денис использовал, зернышко, да? Он начинает прорастать. Он начинает прорастать и превращаться в то большое дерево, от которого будут и птицы небесные находить себе укрытие. Спасибо вам, ребят. Это было непросто размышлять над этим уроком. Очень он сложный, эмоциональный. Но мне хочется, чтобы мы завершили на этой позитивной ноте. Дорогие друзья, я благодарен Богу за то, что он не сошел с креста. И за то, что когда дьявол торжествовал, ликовал и праздновал победу, мы видим с вами, как Марк нам показывает, что Царство Божье начинает возрождаться. Оно начинает давать плоды. Оно живо. И смерть Иисуса принесла нам спасение. Я хотел бы, чтобы вы размышляли над этой главой всю предстоящую неделю. Чтобы вы у себя лично спросили и попробовали ответить на этот вопрос. А что нам дает вот этот пример того, что Центурион исповедует Иисуса как Сына Божьего и Иосиф? Пусть Господь вас благословит. Пожалуйста, продолжайте делиться этим видео, молитесь за всю нашу команду, ставьте лайки и распространяйте. Божьих вам благословений. И мы помолимся еще раз. Дорогой Иисус, спасибо тебе за то, что мы можем здесь услышать для себя много чего, нового, за то, что мы можем увидеть Тебя, Боже, чуть глубже, видеть Твои мотивы, видеть, насколько сильно Ты любишь нас. И Тебя нету, Боже, лимитов, у Тебя нету преград. И Твоя миссия спасти нас. Спасибо, Боже, за то, что Ты не сдался и за то, что Ты дошел до конца. Аминь. 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 Продолжение следует...